В 20-м или 21-м году мы попали в больницу с младшей дочерью. Пришлось там порядка пяти дней находиться. После общения с главным врачом больницы и поликлиники номер один, которая находится также в Притавском районе, я предложил помощь в плане ремонта, может быть, палаты или в коридоре, потому что некоторые из помещений больницы были в таком, мягко скажем, состоянии не очень. Он сказал, что мы давайте подумаем, что нам будет нужно. И потом, как оказалось, им спонсоры выделили не средства, а оборудование для реанимации, потому что в детской больнице не было отделения реанимации. Они получили оборудование, но у них не было помещений. И я предложил свою помощь, и мы в течение, наверное, двух, может быть, трех месяцев провели, так скажем, реконструкцию. Они выбрали помещение, где будут находиться располагаться реанимация. И мы там провели работы, перегородки новые сделали, полы, двери, потолок, плитку положили. Потому что к реанимации есть определенные требования к материалам, которые используются для ремонта. Потому что помещение реанимации необходима санобработка, то есть эти материалы, используемые, должны быть устойчивы к такой среде. Мы полностью переделали эти помещения, объединили три кабинета в одно. И комната, там две комнаты, одна большая, одна поменьше. И вот эта, которая поменьше, это тоже был, это склад. Во всех этих помещениях сделали мы там ремонт, поменяли двери. Там двери тоже должны быть только алюминиевые, без порога, на случай того, что есть каталка, закат и так далее. Но определенные требования там существовали. И вот в течение двух-трех месяцев мы провели работы, потом установили оборудование уже в больнице самостоятельно. Я так понимаю, там это дело лицензируется. Получили лицензию и, как известно, уже реанимация работает. Конечно, хочется, чтобы она намного реже была нужна детям, но тем не менее. Стоимость работы я, честно говоря, точную не скажу. Ну, потому что была цель сделать. Я не скажу, конечно, что неважно, сколько это стоило бы, мы бы все равно сделали. Да, ну, было понимание, но там стоило бы это 500 тысяч там или 700 тысяч не было. Не то, что принципиальной разницы. А она уже была не важна, потому что мы пообещали, что мы поможем. Мы же не можем часть сделать и сказать, извините, у нас деньги закончились. Или, извините, мы настолько не рассчитывали, там, пусть вам кто-нибудь другой доделывает. Мы оценили объем работ и его благополучно выполнили. Так, чтобы никого не было, такое бывает редко, конечно. Конечно, бывает даже вот у нас три койки, но мы в соседнем палате кого-то положим, чтобы реаниматолог был рядышком. То есть проходимость у нашей больницы высокая. В эпид подъема 50, 60, 70 детей в сутки проходит через наше отделение. Поэтому реанимация пользуется спросом у нас. Увы, увы, детки болеют.